Здравствуйте, меня зовут Глеб Матвейчук и я рад вас приветствовать на онлайн конференции, которая проводится на сайте Первого канала. Я буду отвечать на ваши вопросы, постараюсь ответить на все вопросы, которые есть у меня вот в этом замечательном компьютере и буду стараться быть откровенным. Так, первый вопрос от Наташи из города Москвы. Здравствуй, Глеб, ты такой красивый, добрый, талантливый. Есть ли у тебя девиз по жизни? Я плачу, я рыдаю, когда слышу или читаю где-то, танцую, словно тебя никто не видит, пой, словно тебя никто не слышит, люби так, как будто тебя не причиняли боль. Живи, словно рай, уже на земле. Эти слова ранят мне душу и сердце, я не могу спокойно это читать или слышать. Ну, я на самом деле по жизни фаталист, то есть я иду от простого девиза по жизни. Все, что происходит со мной, оно должно происходить, все, что случается, оно должно произойти. Поэтому я очень спокойно отношусь к разным изменениям в своей жизни и всегда понимаю, что это для чего-то происходит, то есть для чего-то я встречаю человека. Почему-то это со мной происходит, там, допустим, негативное какое-то событие в жизни, потому что через какое-то время должно быть обязательно положительное что-то. Вот, поэтому мой девиз это плыть по течению и всегда радоваться тому, что ты имеешь. Всегда быть благодарным тому, что тебе дают. Следующий вопрос. Семенова Айлита. Ой, какое красивое имя. Айлита. Из города Москвы. Глебушка, здравствуй, милый. Мне так нравятся твои выступления с Ольгой Кормухиной на шоу «Две звезды». 2013 год, второй сезон. Не второй сезон, пятый сезон. Самая любимая из песен, которую ты исполнил на шоу «Две звезды» – это «Путь». У меня в голове звучит. Ты тянешь руки в небеса, ты вдруг услышишь голоса. Подожди еще чуть-чуть, мы тебе укажем «Путь». Песня «Путь» – моя самая любимая песня Ольги Кормухиной. Это молитва, в ней есть божественное, святое, чистое, непорочное начало. Эта песня для меня равноценна «Отче наш». Я могу слушать песню «Путь» часами и мечтать о прекрасном. Ее поют ангелы на небе. Я на самом деле благодарен судьбе, возвращаясь к первому вопросу и отвечая и на второй вопрос. То, что я встретил замечательного человека в своей жизни. Это Ольга Кормухина, которая для меня является и учителем в своем роде. Она мне очень многому научила. Я даже стал по-другому смотреть на какие-то вещи в своей жизни другими глазами. И как для вокалиста она оказала на меня очень сильное влияние. И вот как раз таки, если продолжать тему фатальности, то так получается. Но я встречаю в жизни людей, которые меня разворачивают, я не знаю, на 180 градусов, я начинаю идти тем путем, который даже я и не думал, что я могу оказаться там. Допустим, встреча с Владимиром Ивановичем Хатиненко, известным российским кинорежиссером, которого я случайно встретил на съемках «72 метров» фильма. И он предложил мне быть музыкальным редактором на его фильме. Потом, через какое-то время, он мне предложил быть композитором. Вот просто раздается звонок от Владимира Ивановича, и он говорит, «Глеб, я хочу, чтобы ты был у меня на проекте композитором». Причем достаточно парадоксальная ситуация. Я не был композитором, у меня не было композиторского образования. У меня как бы музыкальное образование, но хоровое дирижирование, среднее образование, высшее. И вокальное отделение, но никакого отношения к композиторству я не имею, к сочинительству. И вдруг раздается такое предложение стать композитором проекта. Причем Россия, Ватикан, Россия, Италия, паломничество – вечный город. Это мой первый проект, в котором были задействованы такие личности, как Михалков, Зануси, Юрий Соломин, Кшиштоф Зануси. То есть мощнейшие вообще люди творческие. И огромная ответственность была, но я вот принял это предложение, естественно, от такого никогда не отказывается. И я вот с того момента стал кинокомпозитором. То есть судьба меня вот так вот раз развернула на 180 градусов и сказала, ты будешь композитором. Если бы он сказал мне, слушай, ты будешь олимпийским чемпионом по лыжам, давай, не знаю, а вдруг. Ну, возможно, не стал бы, конечно, но попробовал бы. И вот так вот дальше у меня пошла карьера кинокомпозитора. Дальше я встретил в своей жизни Александра Домогарова. Причем тоже парадоксальная ситуация. Он услышал просто на съемках, как я пою, на диске. Он спросил, кто это? Ну, ему сказали, вот такой парень, там так далее. Он говорит, я хочу, чтобы он завтра пришел в театр, я ему устрою прослушивание в наш театр, я хочу, чтобы он пел в нашем театре. И так я попал в театр. То есть тоже вот встреча с человеком, она вдруг преподносит мне вот такую вот историю, ситуацию, это то, что я попадаю в театр имени Массовета и играю там Иисуса в спектакле Иисус Суперзвезда, потом Аторсона в спектакле Джекил и Хайт и так далее. И совершенно похожая ситуация, когда я встречаю Ольгу Кормухину, которая вселяет в меня уверенность, верит в меня и говорит, ты должен петь, у тебя такой голос и так далее. Ну, то есть я в себя так не верю. Вот как-то она поверила мне, дала мне возможность участвовать в этом проекте. Конечно, я очень сильно благодарен еще одному человеку, это Юрию Викторовичу Аксюте, который тоже дал мне шанс, заметил меня. И, в общем-то, я оказался в проекте «Две звезды» с прекрасной Ольгой Кормухиной, которую, я считаю, наверное, самой мощной певицей у нас на эстраде, обладающей просто грандиозными вокальными данными. Я на самом деле искренне так считаю. Просто голос, который не поддается никаким рамкам. Она может петь все, оперу, может петь рок. И я прям учился, с первой передачи я только делал то, что учился. Вот такой у меня ответ. Глебушка, здравствуй. Мне так жалко, что ты не прошел 4 октября 2013 года в пятницу слепое прослушивание на голосе. Почему наставники не повернулись к тебе лицом? Они тебя недооценили. Они все должны были повернуться. Ты замечательно спел «До свидания, мама». Лучше, чем Мазаев. Ты принц. Рок жив. Рок жив. Теперь тебе отлично подходит эта песня. Это твой стиль. Мне очень понравились твои выступления на голосе. Я не понимаю, что нужно было наставникам. Я бы проголосовала за то, чтобы ты прошел шоу «Голос». У тебя такой богатый опыт выступления. Ты красавица, большой умница. Спасибо большое. Это вопрос от Насти Панковой, 25 лет, Москва. Бывают и такие события в жизни. И на самом деле для меня была большая загадка. Что же это было? Почему это так со мной произошло? Я действительно... Ну, не скажу, что я провалил. Это выступление. Не буду оправдываться. Ну, на самом деле я как бы не прошел это слепое прослушивание. Но я задавался вопросом. Почему? Почему я... Почему у меня такое позитивное состояние после этого? То есть я полгода задавался этим вопросом. Я не прошел. Даже слепое прослушивание. Почему? И вдруг мне раздается звонок от Ольги Кормухиной, которая говорит. Здравствуйте. Я вот Ольга Кормухина. Я с вами не знакома, но я хотела бы с вами петь на двух звездах. Потому что я вас услышала в голосе. И мне кажется, что вы можете петь тот материал, который бы я хотела петь. И у меня вот как бы сразу сложилась вот эта вся история. Опять, по моей теории фатальности. То есть я должен был там прийти. Наверное, должен был там не пройти. И вот такая вот история должна была со мной случиться. Чтобы мне позвонил этот человек. Такое сказал. И я оказался на самом топовом проекте первого канала «Две звезды». И, наверное, это опять-таки судьба. И если бы это все повторилось, наверное, я бы так же, в общем-то, и среагировал на эту ситуацию. Так. Глеб, привет. Какой у тебя рост и вес, размер обуви? Про меня мой бывший однокурсник, 27-летний Паша Коростелин говорит. У нее весь ум в рост ушел. Она как бамбук пустая. Он на вес тяжелый, а внутри пустой. Хотя мой рост составляет всего 170 сантиметров. Это средний рост. В связи с этим хочу тебя спросить. Были ли партнерши выше тебя ростом? Это вопрос от Яны Акулинина, 24 года. Извините, я плохо читаю, потому что очень мелкий текст и не очень хорошо вижу. Поселок Добренко, Липецкая область, Россия. Рост у меня 178-179 сантиметров. Это тоже средний рост мужской. Вес у меня 75 килограмм. Размер обуви 43. А на то, что не знаю, что ответить, что вам говорит ваш однокурсник по поводу того, что вы высокая девушка, ну, каждый имеет право на свое мнение. Глеб, как вам Эльмира Калимулина? В 24 года стать заслуженной артисткой – это огромное достижение. Вы отправляли за нее смс-ки на голосе. Слышали ли вы ее песни? Я знаю Эльмиру, и была возможность петь с ней на закрытии Московского кинофестиваля последнего. Я получил огромное удовольствие. И вообще хочу сказать, что дружу с участниками «Первого голоса», с Диной Гариповой. Мы с ней записали совместный дуэт для моего ледового шоу «Волшебник страны ОС», который прошел с огромным успехом в Лужниках в декабре-январе этого года. У нас также есть идея сотрудничества дальнейшего по моему следующему проекту «Территория страсти», режиссером которого является Александр Балуев. Это музыкально-драматический спектакль, который выходит в начале лета в театре эстрады. Там будут принимать участие многие очень известные актеры, актрисы. Лидия Вилижева, Мария Порошина, Настя Макеева, Мария Ивашенко, Березка. Я написал к этому проекту музыку, и я очень сильно надеюсь, что одну из ролей может даже сыграть Дина. Пока мы сейчас только обсуждаем возможность, чтобы Дина спела самую красивую арию в этом, скажем так, музыкально-драматическом спектакле. Но, может быть, дальше тоже пойдем еще дальше, и Дина примет участие как актриса в этом спектакле. Также я дружу с Настей Спиридоновой, тоже под большим впечатлением от ее вокальных возможностей. И я всегда, когда слышу сильные женские голоса, у меня как бы ступор, я прям все, я обожаю. Ну и Ольга Кляйн, конечно, Ольга Кляйн, это моя подружка-подруженция. Здравствуйте, Глеб, мне очень понравились все ваши номера. Скажите, как вы попали на шоу «Точь-в-точь»? Ой, ну, мне позвонили с Первого канала и предложили участвовать в этом проекте. Я, естественно, с большой радостью согласился принимать там участие. Потрясающий проект, потрясающие люди, команда, профессионализм. Не знаю, можно очень много говорить про этот проект. Но хочу сказать, что главное то, что участники все очень талантливые люди. И я получаю огромное удовольствие находиться вот в этой обойме действительно очень интересных исполнителей. Дима Колдун, Ирина Дубцова, Натали, Никита Пресняков, Наталья Подольская. Все они просто для меня на самом деле серьезные, очень серьезные артисты, исполнители. И я получаю просто кайф от того, что меня окружают красивые и талантливые люди. Я начинаю расти духовно, начинаю расти творчески. И для меня самое главное – вот эта вот атмосфера, находиться в этой атмосфере и учиться. Ну, то есть я получаю какой-то определенный опыт. Я очень сильно вырос как исполнитель после участия в программе «Две звезды». Я это ощутил, и ощутили это люди, которые являются моими поклонниками. И я очень много получаю всяких писем. И говорят, «Глеб, ты сделал большой скачок». Я это сделал благодаря, допустим, общению действительно с сильными исполнителями, с сильными творческими людьми. И здесь я тоже чувствую, что меня начинает просто вот как-то поднимать вот эта ситуация. То, что все очень достойные. «Глеб, когда появится возможность посетить ваш сольный концерт?» Спасибо. Это вопрос от Елены из города Москва. Сейчас ведется очень активная работа по поиску материала. Я сам пишу себе песни. Я набираю репертуар. Я ищу. Потому что мне очень хочется совместить то, что нужно людям, то, что близко мне. Мне хочется найти какое-то свое, свой материал. Так как я человек все-таки из театра, мне хочется и совместить и театральное искусство, и эстрадное исполнение. И сделать вот что-то очень такое свое, интересное и ни на что не похожее. Я познакомился с замечательным человеком Сергеем Пудовкиным, который является моим продюсером вот уже, наверное, даже, скажем так, 4 месяца. Или да, да, 4 месяца. И он очень сильно мне помогает в этом смысле. Мы очень много гастролируем. Я смотрю, что нужно людям, чего они ждут, что они хотят услышать. И мы очень тщательно отбираем материал, ориентируясь именно на реакцию людей. Вообще, в принципе, артист, он работает для людей. И поэтому самое важное мнение, это ваше мнение. Мы его учитываем. Так, дальше. Алена, Москва. Где вы... Где этот важнейший ресурс для творчества? Как вдохновение. Спасибо. Ну, на самом деле, есть замечательная книжка Михаила Чехова. Вот в любом направлении искусства я следую, скажем так, рекомендациям. Там за стеной так шумно. Можно попросить, просто они так сбиваются. Извините. Я следую этой книге. Потому что там заложена очень важная мысль. Все, что создает творческий человек, он создает с помощью своей фантазии, с помощью именно умственной работы по созданию некоторых, неких образов. Допустим, актер, да, он сначала должен увидеть воображение, тот образ, который он должен сыграть, ту роль, которую он должен исполнить. Он должен увидеть это очень ясно в деталях. То есть, как работает актер. Он сначала видит какие-то очертания этого персонажа. Потом он начинает детально рассматривать его, замечать какие-то детали. Он задает ему вопросы. Привет, друг. А что бы ты сделал, если бы ты попал вот в такие предполагаемые условия? Ответь мне. И он начинает с тобой общаться. И это не шиза, это на самом деле так. То есть, ты начинаешь видеть эти очертания, и он становится тебе родным. И дальше ты просто впрыгиваешь в этот образ, и ты просто как бы видишь его и повторяешь это, делаешь это. Как будто бы ты в зале сидишь и смотришь, как этот конкретный персонаж действует вот в данной ситуации. Как я пишу музыку? То же самое. Я включаю, допустим, кино. Оно без музыки. Актеры, они существуют. Они существуют на каком-то тоже эмоциональной, на какой-то волне. Я пытаюсь считать эту эмоцию, общее настроение. Дальше я закрываю глаза, я могу даже выключить этот фильм. Я начинаю слушать очень внимательно и пытаюсь услышать, а какая бы музыка звучала бы вот в этом фильме. Допустим, бывают ситуации, когда артист там, ну, не доиграл. И режиссер говорит, вот мне надо вытянуть эту сцену. Я пытаюсь как бы с помощью музыки, с помощью воображения сложить историю, смиксовать историю таким образом, чтобы общая эмоциональная волна была правильной. Вот. Так я пишу музыку. Как исполнитель, допустим, я тоже проделываю такую работу. Вот я получаю песню, я ее слушаю, смотрю, играю, дальше я закрываю глаза и пытаюсь вообразить, увидеть, как бы я ее мог исполнить, чтобы, допустим, затронуть сердца людей. Да, то есть, чтобы вступить с ними в диалог. Это очень важная вещь, диалог. В творчестве всегда должен быть диалог. У актера с публикой обязательно должна быть связь. У исполнителя тоже. Я всегда чувствую, ну, я стараюсь по мере своих возможностей чувствовать зрителя, чувствовать его реакцию. Я не могу, может быть, это другая какая-то техника, о которой я не знаю. Говорят, главное, чтобы ты получал удовольствие делать то, что ты вот хочешь делать. Нет, я так не могу. Мне надо обязательно существовать в диалоге. Потому что я всегда общаюсь с публикой. Не обязательно, что я должен говорить. Привет, ой, как дела? Я должен с помощью своего образа объяснять свою точку зрения обязательно на ситуацию, на конкретную. Допустим, роль Иисуса в спектакле «Иисус – суперзвезда». Мне очень часто задают вопрос, ну, как ты можешь играть Бога? Я не играю Бога, я показываю свое отношение к данной ситуации, к данному, к данному, я даже не знаю, к данной личности. Не могу сказать человеку. И я показываю это вот с помощью своей актерской работы. И я не хочу выходить за рамки того, что я говорю, я играю Бога. Не дай Бог, это совсем не так. Поэтому мне важно показать свое внутреннее отношение к данной ситуации, к молению в Гефсиманском саду. Для меня это важно показать. И даже когда, если у меня текут слезы, мне текутся слезы не из жалости к себе самому лично, а к сочувствию, к сопереживанию, вот именно к этой истории. Здравствуйте, Глеб. Мне очень понравились все ваши номера. Скажите, как вам даются перевоплощения и как вы попали на шоу? Ольга, Рязань. Ну, похожий вопрос, но мне сложно даются перевоплощения, потому что я для себя сначала вообще не мог определиться, что же это, пародия или все-таки перевоплощение. Потому что для меня есть большая разница между действительно перевоплощением и пародией. И в конце концов я пришел к такому умозаключению, что я не буду никого пародировать. Вот принципиально не хочу. Можно показывать какие-то характерные движения, голосовые какие-то приемы, которые свойственны тому или иному человеку. и как бы так давить на них, иронизируя, чтобы «О, ну давайте посмеемся, это же похоже, он примерно такой». Не хочу обижать людей, вот правда. Я столкнулся, допустим, за кулисами с Леонтьевым, которого показывал. Я не хочу вот прям вот реально показывать такие маски-шоу. «Вот это Леонтьев, посмотрите, ну похоже же, он так же делает». Нет, мне хочется за короткое время, это я себе поставил задачи такие, за короткое время понять механизм чужого звукоизвлечения и перенести это на свой голосовой аппарат. Пускай это будет не очень похоже по тембру, но я хочу понять механику. Понятно, тембр невозможно четко, точно повторить, потому что у каждого из нас разные резонаторные полости. Там, не знаю, длина голосовых складок, там гортань, по-разному работает диафрагма. Мы все пользуемся разными техниками. Вот, но для меня вот важен момент именно технически определить, как же он это делает, как же, каким вот он пользуется методом. Как для актера, для меня задача тоже, опять-таки, за короткое время объяснить, почему он именно так себя ведет, почему вот этот жест возникает. То есть, это же органический его жест, это же не просто вот... То есть, он чем-то продиктован. Я пытаюсь, как бы, смотреть на человека, иногда мне это удается, иногда нет. И понять, что же им движет. И вот хочется снять органику человека и перенести это тоже на сцену. Очень много сложностей, конечно, совместить это все за короткое время. Тем более, на тебя надевают такую коробку, в смысле, пластический грим, костюм. И в уши тебе, в общем, наушник, и там голос, и здесь все. Это надо так скоординировать. Но в этом весь и кайф этого проекта. То, что тебя вот так бросают туда, давай, работай. И это потрясающе, это интересно. Поэтому для меня важно не пародия, а для меня важно перевоплощение. Удается мне это, не удается. Это, конечно же, судить вам, зрителям. И я скажу, что не было у меня никогда такого опыта. Не было. Это не мой материал. Это не мой, скажем так, голос. Потому что приходится давить в себе свои какие-то исполнительские качества и совершенно работать в другой, в другом понимании процесса, в другой координации. То есть, одно дело там петь. Или. Ну, то есть, какие-то вообще там такие перестановки идут технически. А когда ты выходишь на сцену, у тебя же начинается волнение. Ты начинаешь сразу же идти от себя иногда, очень часто. А потом раз надо успокоиться и делать, как бы раз перестраиваться. Ты не Глеб. Тебе надо сделать вот это. Как он это делает? Видеть постоянно перед лицом персонажа, то есть, перед глазами. И постоянно не терять с ним связь. Вот. Здравствуйте, Глеб. Хочу спросить, как вам в роли Малинина? Кем вы мечтали стать в детстве? Вы в детстве пели в хоре? Вот и все вопросы. Желаю удачи. София. Город Жиздра. Так, Малинин. Мне очень повезло то, что первый мой образ, который я делал, это Малинин. Для меня это человек, который в первую очередь отталкивается от своего, от своей какой-то очень глубокой, от своего глубокого внутреннего прочтения материала, который он поет. Он относится к небольшой группе исполнителей, которым очень важно то, что они поют. И он не пользуется никакими внешними эффектами. Он не пользуется... У него нет каких-то движений таких вот характерных, эффектных. Он не использует пиротехнику. Вот человек вышел с гитарой, и он поет романс, и душа разрывается. Потому что вот он поет душой. И, допустим, я не согласен с Максимом Авериным. Я принимаю то, что он член жюри. И, естественно, я не буду ни с кем спорить. Это мнение субъективное. Но когда я показывал Малинина, я специально стоял и пытался, чтобы у меня... Вся моя творческая энергия шла через глаза и через голос. Я не хотел показывать вот этого вот... Какого-то внешнего драйва. Какого-то внешнего... Такой внешней показушности какой-то такой вот. Мне было важно, чтобы все услышали, о чем я пою. Потому что так делает Малинин. Потому что ему надо... Его надо слушать и надо чувствовать. Поэтому для меня очень было важно именно исполнить это без каких-то вот этих вот внешних... Без этой внешней атрибутики. Но каждый имеет право на свое мнение. И может, я не прав. Может быть, я не прав. Но я вижу Малинина именно так. Вообще, каждый человек, каждый человек, он смотрит на певца и он считывает с него по-разному информацию. Для кого-то важен голос. Для кого-то важна внешность. Для кого-то важен текст. То, что поет человек. Для кого-то важна песня. Для меня Малинин это прежде всего человек, который осмысленно делает то, что он делает. Поэтому я очень рад, что я исполнил Малинина. Мы очень обрадовались, узнав, что в составе Возвращенного Монте-Кристо будет играть Глеб. Но ни в одном спектакле наш любимый Фернан пока так и не вышел на сцену театра Оперетты. Понятно, что плотная занятость в проекте Первого канала, подготовка нового мюзикла. Но обрадуйте нас, пожалуйста, новостью, что в апреле мы обязательно увидим вас в этой роли. Я очень сильно буду стараться и делать все, что от меня зависит, чтобы участвовать в этом проекте вновь. Я думаю, что в апреле я обязательно сыграю его. Очень много времени отнимает постановка моего проекта «Территория страсти». Это, ну, вообще, скажем так, для меня очень важный проект театральный. И я отдаю ему все свои силы, вот, тем более, ну, скажем так, от меня этот проект требует всей моей творческой энергии. И композиторской, и творческой. Все-таки Александр Балуев для меня, ну, актер, я даже не знаю, сказать, какого полета. Ну, понятно, что это мирового уровня человек. Очень интересный. И для него тоже своего рода премьера. Он себя первый раз будет проявлять как режиссер, как продюсер. И я могу сказать с гордостью, что это наш с Александром проект. И все взоры, и все, в общем, устремлены на как же это получится и что же это будет. И, в общем-то, волнительно и отнимают очень много времени. Но я надеюсь, что мы вас не разочаруем. Я хотел, конечно, очень сильно извиниться, что я сегодня очень такой скомканный. И язык у меня заплетается, потому что мы только закончили снимать блок точь-в-точь прекрасного проекта. И я немножко еще пока нахожусь в повороте. Так. Глебушка, здравствуй. В чем заключается твой рецепт хорошего настроения? Прошу, расскажи мне, почему тебе хорошо сейчас. Сейчас и поведай о личном рецепте отличного настроения. Твой рецепт мне будет очень дорог. Александр Медведев, 69 лет. Деревня Матказино, Касимовского района, Рязанской области. Вы знаете, я всегда живу будущим, я всегда живу мечтой. И самое главное в нашей жизни, наверное, это мечтать. Вот в детстве же мы все мечтаем, и мы все стремимся воплотить наши мечты. И когда мы начинаем взрослеть, мы начинаем как-то черственеть, мы становимся какими-то закрытыми, иногда злыми, иногда, в общем-то, бездушными. И мне кажется, самое главное, по крайней мере в моей жизни, я не знаю, может быть, для кого-то это не рецепт хорошего настроения. Самое главное – это мечтать и стремиться к чему-то. Обязательно не стоять на месте. Для любого человека, творческого, да и вообще просто, наверное, человека, самое главное – это прогресс, стремиться к чему-то. Нельзя быть, не находиться в каком-то таком статичном состоянии. Ну, как бы не бывает. Либо ты регрессируешь, либо ты прогрессируешь. Вот для меня жизнь, она вот как гора такая вот. То есть, либо ты идешь вверх, либо ты падаешь вниз. Поэтому надо постоянно работать над собой, работать над своими мыслями. То, что ты посылаешь в мир, оно обязательно к тебе возвращается бумерангом, даже если это никто не видит. Если даже ты о чем-то плохо думаешь, ты думаешь внутри себя, что ну, как же я вот внутри себя, да, и никто об этом не знает, и никак это ничего. Все равно, ну, по крайней мере, на мой взгляд, жизнь устроена таким образом. Посылаешь негатив, он к тебе возвращается. Посылаешь позитив, он обязательно к тебе вернется. Вот. Поэтому я стараюсь жить только положительными какими-то эмоциями, мыслями и гоню проще всякие отрицательные какие-то эмоции. Добрый вечер, Глебушка. Расскажи мне, пожалуйста, о вокальном реалити-шоу «Русские теноры». Ух. Аня Золотова, 22 года. Самара. Это был замечательный проект лет 10 назад. 15 человек из России, мы отправились в Лос-Анджелес, и там, это было тоже телевизионное шоу, и там мы боролись за право быть, скажем так, в квартете вокалистов, которые впоследствии должны были продюсировать американские деятели. Вот. Это было, наверное, да, это было, наверное, лет 10 назад. Очень положительные эмоции. Я там познакомился с друзьями, с... Я там познакомился с Уолтером Афанасиевым, я там познакомился с Дэвидом Фостером, я там познакомился с... с Кенни Джи, с Майклом Болтоном, с Лин Дионом, ну, очень... с очень многими прекрасными небожителями для меня. И общение с некоторыми до сих пор продолжается. Уолтер Афанасиев, лауреат двух Грэмми, даже приехал и поддержал меня на двух звездах. Он приехал, здесь все обалдели. Он сел за рояль, сыграл песню Селин Дион из Титаника, за которую получил Грэмми. Я это спел с Ольгой Кормухиной. Это было просто что-то. Вот. И, конечно, для меня, как для творческого человека, общение с ними, оно дает очень многое. И я продолжаю общаться. Я постоянно езжу в Лос-Анджелес. У меня даже есть, скажем так, работы в Голливуде, киноработы. И... Уолтер меня постоянно приглашает. Я смотрю, как он работает. Я перенимаю у него опыт. Потому что все-таки я считаю, что Дэвид Фостер и Уолтер Афанасиев это просто короли, скажем так, поп-культуры. И... Есть чему поучиться. Я максимально стараюсь перенять вот это все. Так, так. Алена Орлова, Москва. Глеб, вы верующий человек. Верите ли вы в загробную жизнь? Видели ли вы духов призраков НЛО? Я видела призраков в своем старом заброшенном доме за городом. Расскажите, пожалуйста, о вашей встрече со сверхъестественным. Обращаетесь ли вы за помощью к экстрасенсам, колдунам или магам? Так, ну, единственный колдун, наверное, с которым я общаюсь, это Дима колдун на проекте. Кстати, замечательный парень. И мы выяснили, что мы оба из Минска. Я очень долгое время жил в Минске. У меня папа известный художник-постановщик в кино, который после ВГИКа поехал поднимать белорусский кинематограф. И мы очень долгое время жили в Минске. Ну, он потрясающий парень и с очень хорошей энергетикой, положительный. Я очень сильно за него болею. Кстати, и за Наталью очень сильно болею. Я считаю, что незаслуженно ее иногда журят. Она такая работяга. Я вижу просто, как она действительно пытается понять, почему исполнитель именно так поет. Наверное, больше всех она ходит к нашим педагогам. И я вижу прогресс просто человек, как он работает, трудится. И жалко, что люди не замечают этого. Ну, я имею в виду жюри. Подождите, о чем вопрос-то был? А, да. Я верующий человек. И единственная, наверное, встреча со сверхъестественным. Я даже не знаю, не встреча, наверное, со сверхъестественным. Я почувствовал именно, когда исполнял роль Иисуса в спектакле «Иисус. Суперзвезда». Я сейчас не играю в этом спектакле по ряду причин. Ну, наверное, одна из причин, потому что это очень тяжело эмоционально. С каждым спектаклем я чувствовал, во-первых, большую эмоциональную нагрузку. И даже иногда я не чувствовал контроля над собой. Со мной так случилось два раза, когда я исполнял эту роль. И я понял, что это уже, ну, как бы, может быть и не очень хорошо. Потому что я впадал в какое-то состояние. Я сейчас не пытаюсь там сказать, что что-то такое особенное. Когда вот реально оно было на уровне обморока. Это было в Гемсиманском саду. Я побоялся продолжать свое участие в этом спектакле. Я каждый спектакль, перед спектаклем я ходил в церковь обязательно, всегда. И боялся с нечистым сердцем приходить в театр, играть эту роль. Потому что огромная ответственность. Ты открытый, ты должен быть максимально честным и максимально чистым. Вот. Поэтому я готовился к этой роли. Ну, перед каждым выступлением очень серьезно. Я испытывал очень сильные эмоции, когда я был на кресте в этой роли. Я постоянно задавался вопросом, правильно ли это. Мне очень много людей подходили и говорили, а какое право ты имеешь это делать. Но с другой стороны, я получал письма и понимал, что я должен это делать. Потому что... Ну, мне писали люди, говорили... Я очень сильно болела там, допустим. И я увидел вашу запись в интернете, и мне это помогло. Опять-таки, ну, возможно, не я это помог как-то, да. А вот я привлек внимание, и эта история, она как бы сыграла своего рода... Как-то тяжело мне говорить. Ну, в общем, я получаю письма, получаю до сих пор письма. И я понимаю, что какую-то вот маленькую долю, такую миссионерскую, я выполнил. Потому что люди обращаются к первоисточнику. Они... Некоторые даже приходят и не знают об этом ничего. И они говорят. Мы обратились к Библии там. Мы... Мы теперь ходим на этот спектакль. Мы очень много начали понимать в жизни. Очень приятно это все. Опять-таки, я не хочу на себя брать какую-то миссионерскую такую вот историю. Ну, то есть, ни в коем случае, это не моя заслуга, это... Я по стороне. Это сообщение явно не ко мне. Здравствуйте, Глеб. У тебя потрясающий голос. Хотелось бы узнать, спланируешь ли ты посетить Ростов-на-Дону? Удачи на шоу в точь-в-точь. Да, я планирую посетить Ростов-на-Дону. Я планирую вообще посетить очень много городов. Мы сейчас с Сергеем Пудовкиным, с моим продюсером готовим интересную программу. И она разная. Там будут и оперные арии, там будут и рок-арии, там будут и песни, и арии из мюзиклов. Там будет очень много авторского материала. И обязательно это будет шоу. Это не просто будет человек, который выходит перед микрофоном и поет. Иногда поет под фонограмму. Нет, никогда на моих концертах не будет такого. Вот. Я надеюсь, что это будет и театрализовано. Мы думаем и очень много как бы тратим на это силу. Здравствуйте, Глеб. С интересом следили за вашим участием в проекте «Две звезды» в дуэте с Ольгой Кормухиной. Для нас вы были безусловно фаворитами этого шоу, но как-то получилось, что два профессионала попали в дуэт. Как вам удавалось работать вместе, ведь вы совершенно из разных исполнительских направлений. Мечтаю спеть с вами в дуэте. Это пишет Дарья из Москвы. На самом деле, до участия в шоу «Две звезды» моя профессиональная деятельность сводилась к сочинительству. Я композитор, кинокомпозитор. У меня более 30 киноработ. «Адмирал», «Новая земля», «Про любовь», «Лермонтов», «Чкалов». Ну, в общем, очень много работ у меня, кино, чем я безумно рад, потому что это огромное счастье быть востребованным в своей профессии. И до участия «Две звезды» я не могу сказать, что я был профессиональным эстрадным певцом. Я участвовал в театре, я был артистом театра имени Моссовет. И был профессиональным актером. Я закончил Шепкинское училище, высшее, как актер, поэтому в 7 лет я отработал как актер в театре, в академическом. Да, я не скрываю, у меня очень сильная вокальная подготовка. И как мне работала с Ольгой. Ну, для меня Ольга – огромный авторитет. Огромный авторитет. И вообще я хочу сказать, что я благодарен за всё, что сейчас со мной происходит в исполнительском смысле. Ольге Кормухиной, в первую очередь Юрию Викторовичу Аксюте. Насте Макеевой, моей жене, которая очень мне помогает. И она проводит со мной правильную психологическую работу в этом смысле. Светлане Григорьевне Нестеренке. Это единственный мой педагог вокальный, которому хочу сказать спасибо. Благодаря ей я понял, как петь вообще просто. Я учился в консерватории. Я учился в консерватории. На пятом курсе я хотел уйти из профессии, потому что я не мог ничего, вообще ничего спеть. Я не мог спеть романса две минуты. У меня был гипотонус замыкателя гортани. Кто знает, поймёт. Просто после двух минут пения. Я не знал. Вот так меня, я извиняюсь, научили. И всё. Я сказал, я ухожу из профессии. Я не хочу петь никогда больше. Хотя моё желание с восьми лет петь на оперной сцене было. Я с восьми лет осознанно стремился к оперной сцене. У меня кумиры Энрика Каруза, Джузеппе Де Стефана, Марио Дель Монко, Марио Ланса. То есть, все оперники. Но, поучившись пять лет, извините, что я вот так вот немножко дёгтя. Но это моя жизнь. Я рассказываю про свою жизнь. Я не хочу быть нечестным. Проучившись пять лет в Московской консерватории, я не хочу петь больше в оперном театре. И во мне убили всё желание. И только благодаря Светлане Григорьевне Нестеренко, к которой я пришёл, я сказал, вы последний человек. Если вы не научите меня петь, я... У меня есть замечательная профессия. Я композитор, кинокомпозитор, я актёр. Я найду себе место в жизни. И случилось чудо. Ну, не случилось чудо, просто это человек профессиональный, который за три месяца сделал из меня певца. Вот так вот. Я до сих пор, я уже семь лет, наверное, не занимаюсь вокалом с педагогом. Но я работаю по её системе, и мне это очень сильно помогает, как вокалисту. Слушайте, так быстрое время прошло. Я, наверное, очень рапидный, потому что на самом деле очень мало вопросов я озвучил. Извините меня, я просто такой сегодня тормознутый. Так, здравствуйте, Глеб. Я хочу узнать, какая реакция на жюри в шоу. Точи-точи, Павел Пермь. Вы знаете, наверное, после первой передачи у меня были какие-то смешанные чувства по поводу того, что, ну как же, ну я же вроде бы перевоплотился, ну как же, я же всё правильно сделал. Ну, почему? Я даже, немножко у меня был какой-то, может быть, я извиняюсь перед Максимом Авериным за акт агрессии, то, что я решил ему показать. Ну что ты хотел? Ты спутал, наверное, Малинина с бабки. На тебе. Вот это вот всё дело. У каждого человека есть право на своё мнение. Я должен уважать это мнение, вернее, я уважаю это мнение. Я понимаю, что самое главное, самое главное жюри – это вы, зрители. Потому что я работаю, извините, в первую очередь для вас, как бы, мне важна ваша оценка, ваше мнение. Вот, поэтому я прислушиваюсь, я прислушиваюсь к членам жюри и максимально учитываю их пожелания. Опять-таки, всё равно каждый человек в жизни себе находит несколько авторитетов. Да, вот я для себя уже определил вот эти вот точки координации, кто для меня авторитетен. И я буду слушать мнение просто сразу. Я слушаю этих людей. Я сейчас тоже в своём роде присматриваюсь к членам жюри. Извините, но я опять говорю, что думаю. И я очень сильно уважаю мнение Геннадия Хазанова. Я уважаю мнение Казарновской. Я очень много слышу правильных вещей, которые они говорят. И опять-таки, для меня это всё в своём роде открытие творческое. И я оп! Иногда творческий человек, вот он живёт, 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 40 лет живёт. И он думает, что он всё-всё-всё правильно делает. И вдруг случается какая-то история. Ты начинаешь вообще смотреть на жизнь другими глазами. То есть, совсем по-другому. То есть, раньше для тебя это было медленно. Вот так вот проезжал автобус. Вернее, наоборот, быстро. А сейчас он стал медленнее проезжать. И ты в детали какие-то всматриваешься. А потом вообще очень-очень медленно, и ты прям можешь всё увидеть. Вот так же, как, наверное, и в творчестве. Как бы у меня было общее впечатление сначала о профессии. Потом оно стало чуть больше. Сейчас я начинаю детали замечать, какие-то мелочи. Мне это очень важно, когда люди действительно говорят мне, и мне прям так раз, и я услышал их. Я услышал, и я обратил на это внимание. И я нашёл в этом то, что я могу стать лучше. Вот. Спасибо большое за вопросы. Извините, здесь очень много вопросов, но, блин, это как... У меня так в школе было тоже, что мне задают вопросы, а я что-то... Спрашивают про одно, и я начинаю про другое. Неинтересно, я собеседник. Вообще, на самом деле, сегодня я очень много говорил, и я не люблю говорить. Для меня час, час такого общения, это прям подвиг. Ну, по природе своей, я не знаю, просто я не то, что не уважение кому-либо, а просто вот так вот я не очень общительный. Вот так вот. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Я очень сильно надеюсь, что не вогнал вас в скуку. Вот. Но я старался быть очень откровенным. И максимально ответил на все ваши вопросы, хотя здесь вот их... Ой, сколько много. Но я их могу ответить. Здесь был вопрос, правда ли, что это ваша страница ВКонтакте. Я скопирую все эти вопросы и обещаю, что я отвечу на них. Точно. Наверное, мне потребуется недели-две, вот с такими, с моими темпами. Но я отвечу на них, я обещаю. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.